Известный российский государственный политический деятель, доктор юридических наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации первого класса, Сергей Михайлович Шахрай. Один из авторов той конституции, по которой мы живем и которую мы или власть, или все вместе, я так понимаю, и нарушаем. Здравствуйте. Действительный государственный советник Российской Федерации первого класса – это чин, соответствующий воинскому званию генерала армии. Вас товарищем генералом или господином генералом называют, а если называют, приятно это потомственному казаку или нет? Ну, пока не называют. Но было бы приятно, да? И Саул для потомственного казака не хуже. Тоже не хуже, понятно. Итак, тема нашей сегодняшней беседы – Конституция Российской Федерации. Напомню, что 25 лет назад, сначала 12 декабря 1993 года, за нее проголосовал народ Российской Федерации, а потом 25 декабря того же года она вступила в силу. И вот мы подводим итоги вот этого четвертьвекового, что называется, существования, работы первой Конституции Российской Федерации. Я прав, да? До этого же была Конституция РСФСР. Да, была Конституция РСФСР. Кстати, в этом году, в 2018-м, ей было 100 лет. Вот. Ну, последний вариант был 1978 года. И которая была в соответствии, так сказать, с Конституцией СССР. Там принято все, написало и так далее. Потом мы немножко вернемся к этому, да? А сейчас у меня такой вопрос, Сергей Михайлович. Вот в обществе бытует мнение в определенных кругах, что нам нашу Конституцию писали американцы, советники, консультанты из США. Насколько это соответствует истине? Были ли они вообще? И если были, то в чем заключались их функции и на каком этапе они подключались? Профессионалы понимают, что наша Конституция и американская, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Хотя бы вот по такому понятному главному признаку, в американской системе президент возглавляет правительство. В России совсем другая модель. Уже если как-то ее обвинять, то можно было бы сказать, что мы похожи на французов. Но я бы сказал, что французы похожи на нас. Потому что наша Конституция, это Михаил Михайлович Спиранский, 1809 год. Его труд о государственных законах. Понятно, он не написал текст, но он изложил вот эту систему организации власти, по которой мы 25 лет живем. То есть мы можем гордиться, это наше изобретение. Спиранский, Михаил Михайлович. То есть когда глава государства выведена из системы исполнительной власти. Совершенно верно. Конечно, Спиранский решал в другое время нетривиальную, сложную задачу, как от самодержавия перейти к конституционной монархии без революции. И вот он нашел это место царю, может быть, по английской модели, что вроде бы со всеми регалиями, важной, самой важной, но вне системы. То есть можно сказать, что наша Конституция, она так написана под конституционную монархию, да? А это идея Спиранского под конституционную монархию. Мы Сергеем Сергеевичем Алексеем в 93-м году назвали эту российскую модель британской королевы, чтобы не сравнивать здесь вот какие-то струи. Ну, королева, у вас не очень получилось, давайте признаемся. Или наоборот, очень. Она, ну, чересчур, что называется. Чересчур очень, да. Чересчур и очень, да. Ну, я объясню, как это вышло. Вот, потому что там-то властвует, но не правит, а у нас, получается, и властвует, и правит, да? Вы знаете, вот таких полномочий, которые наш президент должен каждый день, встав в 9 утра, сделав зарядку, выполнять, у него нет. Его полномочия вот на всякие неординарные случаи. Разругали с парламент и правительство, он должен слезть с печи и сказать, э-э-э, новые выборы, или э-э, новое правительство. То же самое в конфликте центра регионов. Но модель была нарушена в юридическом плане, когда за президентом записали уже в конституционном совещании право издавать нормативные указы, а в ментальном нам ничего не надо нарушать. Чтобы у нас не было написано, у нас первое лицо все равно главное. Ну да, и при этом, как сказал первое лицо, нынешнее имею в виду, что президент в России отвечает за все, да, и поэтому, так сказать, от заводов до зарплат и так далее и тому подобное. А вы знаете, вот тем не менее, когда председателем правительства был Примаков Евгений Максимович, вот эта записанная в конституции модель работала на 103%. Администрация президента и глава не вмешивались, а в Госдуме все фракции составили коалицию под Примакова, а Совет Федерации просто его поддерживал. И вот эти полтора года главным лицом в исполнительной власти, как и записано, в основном законе был премьер правительства. А раз так было, значит, так еще может быть. Ну, Примаков-то это была такая глыбища, на которую, я так понимаю, особо не наедешь, да? Да, мы все время фамилиями перерывали. Не зря же Борис Николаевич, очнувшись, сразу потребовал себе чемоданчик вернуть, да, ядерный. Ну, так все-таки американцев не было? Не было. Не было, вообще не такие, да? А если бы были, то и бы надо было раскопать и уволить. Нет, ну, может, еще где-то что-то писали. Ну, понятно, ну, у Чубайса выйдется и рушники, это все знают. Текст писали Шахра и Алексеев. Вот, кстати говоря, кстати говоря, да, была некая конституционная комиссия создана, да, сначала. Потом Ельцин параллельно создает конституционные совещания. С чего его так вот на это конституционное совещание? Конституционная комиссия – это первое, что создал новый съезд народных депутатов Российской Федерации. Это 110 депутатов. Потому что было понятно, надо заниматься с организацией власти, с ее юридическим оформлением. И комиссия сделала очень много, хочу сказать, и там экспертами были тот же Зорькин, Валерий Дмитриевич. Но конституционная комиссия постигла судьба всех комиссий, которые действуют долго. Гениальный Руслан Иванович Хасбулатов дал конституционной комиссии машины, кабинеты и зарплату. И если бы ничего не случилось, то эта конституционная комиссия до сих пор бы писала проект Конституции. А ситуация с тем как? Это попытка импичмента весной 1993 года. Референдум – да, да, нет, да. И к этому референдуму уже президент решил идти не просто там любишь-не любишь, а представить проект Конституции. Он пригласил Сергея Сергеевича Алексеева, меня, и мы за три месяца, даже чуть меньше, сделали этот текст. Но не потому, что мы такие вот шибко умные и шустрые. Я так понимаю, вы просто многое взяли оттуда, из наработок уже. Понимаете, у меня был авторский проект апреля 1992 года, он вариант ноль в истории. А у Сергея Сергеевича был свой проект с Собчаком. Вот действующий текст. Анатолий Александрович разносил в пух и в прах, собрал 400 депутатов в Питере. Анатолий Александрович, если вы имеете до Конституции РСФЦР. Ну, которая сейчас, нет, нет, которая сейчас действует Конституцией, ее проект Собчак Анатолий Александрович не переносил на дух. Вы знаете, вот что называется, предварили вы мой следующий вопрос. Я хотел спросить, что ряд людей называет трех человек, да, авторами, грубо говоря, Конституции, да. Да, Алексеева, вас, вернее, вас, Алексеева и Собчака, да, вы сами говорите, что только Алексеев и вы Собчака при этом отрицают. То есть у него была принципиально иная конструкция построения, да, основного закона и общества, получается. Он к этому варианту не имеет никакого отношения. Нет, понимаете, Анатолий Александрович и гениальный человек, и в свое время на своем месте был. Может быть, мешало то, что у него был другой текст. В любом случае, наша заслуга только в одном, и большая честь, и удача юристов. Мы сделали текст, проект. Он потом в рамках Конституционного совещания менялся. Несколько позиций были взяты из текста Конституционной комиссии. Все-таки это уже был коллективный такой интегрированный труд. Хорошо, вот если сравнивать нынешнюю нашу Конституцию, да, которая действует, и Конституцию последнюю советскую, или даже последнюю, там, РСФСРовскую, да, 78-го года, советскую, в 77-м году была принята, то кроме социалистического строя, в чем они, по сути, вот, отличаются друг от друга так достаточно глубоко? Самый, наверное, важный, но и самый сложный вопрос. Давайте мы не будем сейчас в статьях и в запятых показывать различия, а я скажу только об одном. Конституция реальная и Конституция фиктивная. В чем была проблема? Я когда первый раз вышел на митинг в 89-м году, 200-тысячный в Москве, я увидел лозунги и обалдел, вся власть советом, думаю, господи, где красная прессня, где какие советы? А дело было в том, что власть в Конституции записана за советами народных депутатов, перед этим трудящихся, а фактически власть осуществлялась КПСС и Политбюро. То есть, по сути, различие только в одном. Там была в Конституции записана власть, которую никто не реализовывал, а у нас впервые записана власть хорошая, удачная, неудачная, но впервые неэффективная, впервые реальная. И нам пришлось собирать вот эту власть и вот эту конструкцию из хаоса почти начавшейся гражданской войны в Москве. Вот главное различие. Ну а дальше это разделение властей, понятное. А ангел-хранитель, такой вот, знаете, дядька с дубинкой нашей Конституции, Конституционный суд. Зорькин. Да? Ну, Зорькин, Валерий Дмитриевич. Ну, как глава, да. Как глава. Конституционный суд, потому что там был Баглай, там была умница, гениальный человек Туманов Владимир Александрович. Это институт. Понимаете? Вот мы такое страшное, интересное государство. Мы всегда все делаем не так, как в Европе и в мире. Все человечество переходило от монархии к республике через парламент. Россия умудрила создать сначала независимую судебную власть, ну, относительно независимую, но очень сильную, сильнейшую тогда в мире и в Европе. Судебную. 1864 год. И только через 40 лет появилась Государственная Дума первая. И вот это наша удача и наше проклятие, наш рог. У нас все может меняться в Конституционной системе только через судебную систему. Только через судебную власть. И мы до сих пор еще и близко не приблизились к принципам конструкции 1864 года. Что сделал Александр? Он взял и разделил границы губернии и судебных округов. Независимость. Судья не подчиняется губернатору. Мы до сих пор в каждом субъекте от Москвы до Еврейской автономной области держим свою судебную систему. Единственное, вот президент поставил задачу недавно, апелляционную, то есть вторую инстанцию постепенно вывести из границ округов. Ну, что проще, да? Чего обсуждать? Записали в 90-м году в концепцию, никак не реализуем. Или судебный следователь. Человек, который определяет независимость предварительного следствия и от имени суда его контролирует следствие от имени суда. Президент страны Путин Владимирович говорит, 200 тысяч дел, из них до суда дошло 15, но пока разбирались, весь бизнес порушен. После этого должны все уходить в отставку. Юстиция, суды и так далее. Был бы судебный следователь институт, наш, российский, нами придуманный, у нас работавший 60 с лишним лет. Кстати, судебный следователь, он просуществовал аж до 29-го года. Вот в 17-м году все порушили, а институт, вот эта фигура, которая хоть что-то обеспечила, жила еще долго. Ну а вообще, если так посмотреть, вроде как бы наша власть без особого почтения на протяжении всей новейшей истории, с момента принятия, относилась к конституции, да? То же самое, наведение конституционного порядка в Чечне, оно совершалось, как я понимаю, антиконституционными методами. Нет, вы ошибаетесь. Нет? Ошибаетесь. Хотя о отношении власти к конституции вы передали очень близко, особенно если брать вот всю эту историческую ретроспективу, неуважение. Ну, а что здесь можно сказать? Смотрите, всегда приходил новый лидер и быстренько появлялась под него конституция. Ленинская 18-го года, Сталинская 36-го года, Хрущев написал в 64-м году, кстати, не успел принять. Но текст очень интересный, я потом уже один маленький вопрос прокомментирую. Конституция СССР Брежневская, 77-го года, у Горбачева на политбюро рассмотрели проект в 89-м году, Кудрявцев докладывал, академик, очень неплохой текст, тоже не успел принять. И вот конституцию, которой 25 лет, тоже мы все по традиции называем Ельцинской. А зададим себе вопрос, сколько Ельцин по ней работал? 6 лет. И сколько действующих президентов? 19. Так вот Путин, можно критиковать, можно хвалить, он первый сломал традицию переписывания Конституции под себя любимого. И это его качество личное, видимо, как юриста, и это качество текста Конституции. Потому что она, это ее плюс, а может быть и минус, позволяет настраивать политический режим, менять процедуры, какие-то нюансы, не снося фундамент, не снося стены и не перекрывая крышу. Он три раза менял политический режим и не менял фундамент. Что касается Чечни, то это вообще страшно интересно для ученых, и я думаю, еще появится много диссертации. Есть такое понятие, скрытая полномочия президента. Того, что буквально нет в тексте, но то, что можно и нужно реализовывать. Конституционный суд в 1995 году, опять же Конституционный суд, вынес решение по чеченскому делу, что президент не только вправе, но и обязан применить даже армию для защиты территориальной целостности страны. И вот эта полномочия, не записанная в тексте, через решение Конституционного суда, стала полномочием президента. Если что, не дай бог нам всем случится, президент обязан применить будет такую власть. То есть, в том числе и армию, потому что здесь вопрос идет именно о территориальной целостности государства, и, соответственно, это его обязанность в связи с этим и всем. Понятно, то есть, просто, что называется, затыкаем всех критиков того решения, ну, начиная, что называется, с Ельцина еще, да. Ну, вот, кстати говоря, в одном из недавних интервью вы сказали, что Конституцию не надо, так сказать, изменять в период, когда страна переживает кризис. Но ведь 93-й год, он как раз и был годом вот этого мощнейшего политического кризиса. Как вот одно тогда с другим сочетается? 93-й год, октябрь, ноябрь, декабрь, как говорят, это то дно, которого уже надо отталкиваться и подниматься вверх. Поэтому предшествовало полтора года политической борьбы, иногда остервенелой, ожесточенной, причем в форме поправок Конституции. Вздумайтесь, 400 поправок в текст Конституции РСФСР 78-го года, о котором мы говорили. Поэтому в 93-м году этот текст остановил вот эту вакханалию, хаос и собрал новую Конституцию и новое государство. Так что здесь все как раз логично и вписывается. То есть новая Конституция, она как раз помогла, получается, разрешить этот самый кризис. Да, 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 остановить вот это безобразие, абсолютно. Абсолютно. Понятно. Вот 25 лет прошло. Во время жизни Советского Союза Конституцию новую принимали три раза. Вот вы как раз назвали, да, Ленинская 18, Сталинская 36-й и Брежневская 77-й. То есть получается менее чем раз в 25 лет, да. Да, ну, страна строила новые струи, развивалась от одного до другого. Но у нас же сейчас тоже получается новый струй. И 25 лет прошло. Может быть, пора новую, так сказать, написать? Вы знаете, 25 лет действительно хороший срок для того, чтобы поставить диагноз, подумать, где в санаторий надо ехать, а где к хирургу, надо ли что-то менять или не надо. Я вот что скажу. В принципе, вот сколько Конституции существует, 25 лет, каждые два года начинали с весной с требования менять. Это вот наша российская ментальная особенность. Мы совершенно в правом плане нигилистическое государство. Закон что-то дышло, повернул им место. Безграмотные, беспомощные или нигилистические? Нигилистические. Нет, мы грамотные люди, куда же, этого не отберешь от нас. Но уважение вот такое, к закону и так далее. И при этом у нас святая вера в то, что с помощью букв в тексте Конституции можно изменить нашу жизнь. Знаете, как странно получается? Там плохая погода, муж к соседке ушел, а давай, даешь конституцию. То есть мы с помощью Конституции пытаемся решать нерешаемые задачи. А диагноз что показал? Вот тот же Валерий Дмитриевич говорит, нужны точечные поправки. Говорит, власть перекошена в пользу исполнительной от законодательной. Ну, во-первых, я не думаю, что... Это вы имеете в виду недавнюю статью Валерия Дмитриевича Зоркина, председателя Конституционного суда, да, опубликованную? Да, да. Что вот он сказал, точечной бы хорошо бы. Ну, он назвал там несколько проблем. Например, баланс исполнительной власти и законодательной. Отношение центра регионов и соотношение там, ну, исполнительной власти и администрации. Диагноз-то он поставил правильный, но рецепты предложил неправильные. Но Конституционный закон и Конституция, это разные по, так сказать, уровню вещи, которые требуют совсем другого уровня принятия решений. Совершенно верно. Конституция у нас одна, вот небольшая, 137 статей о Конституционных законах, уже 96. Решений Конституционного суда больше 100, которые имеют отношение к трактовке либо самого текста, это толкование, либо правовых позиций Конституционного суда. У нас теперь Конституция, это вот такой от пола, полтора метра высотой талмуд, она живет, она развивается, это саморазвивающаяся... Детишки плодятся вот эти Конституционные законы. Да, 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 Конституционные законы, правильно, традиция. Но что нам мешает? Вместе с поздравлением к Новому году президент говорит, друзья дорогие, вот с этих выборов, которые будут в парламент, я буду вам представлять премьеру только той партии, которая победила Новый год. Которая победит. Или коалицию. Или коалицию. Псю. Для этого даже поправлять ничего не надо. Это называется конституционная традиция или конституционная обычай. То есть нашу Конституцию надо прежде чем менять и править, надо реализовать. Вот тот потенциал, который там заложен. 66-я статья Конституции. Объединение субъектов друг с другом, уменьшение их неимоверного количества. Конституционный закон. Переименование субъекта, указ президента и Конституционный закон. 66-я статья, прям в лоб мы с Сергеем Сергеевичем это записали. Если два субъекта соседних, желательно, решили на своих референдумах или законодательных собраниях объединиться, мы говорим вперед. И мы видим, прецеденты были, Пермянский автономный округ и Пермская область. Они образовали Пермский край. А возвращение Крыма чем оформлено? Конституционным законом и Севастополя. То есть я к тому, что можно что-то там придумывать, записывать, но а, в нашей стране, если меняется Конституция, это турбулентность, это хаос какой-то временный, это бардак. А ради чего? А во-вторых, можно те задачи, которые назрели, решить с помощью самих же конституционных механизмов, законов, решений Конституционного суда. Я здесь с вами согласен, это у нас такая традиция, по-моему, уже какая-то национально-историческая. Забава такая. Принимать новые законы, вместо того, чтобы исполнять уже принятые действующие. И тут же забываем про них. Вот в чем беда. Ну, не страшно. На самом деле это не страшно. Надо понимать, что Конституция — это вот живой организм. Это образ желаемого будущего. И не надо туда тащить мелочи. Мне говорят, ну вот, не соблюдается. Я говорю, ну, друзья мои, положите руку на сердце. Ведь не каждый день, и все мы соблюдаем заповеди библейские. Это же не означает, что надо Библию переписывать. Это означает, что нам надо... Соблюдать. Соблюдать. Соблюдать, понятно. Ну, вы понимаете, ведь есть, например, ряд положений, которые, ну, в корне отличаются. И они Россию превращают в менее социальные государства, чем, так сказать, был Союз и РСФСР, да? Например, в прежней Конституции было записано право на справедливую оплату труда. А в нынешней записано право на оплату труда без дискриминации, но не ниже, чем МРОД. Может быть, вернуться к той формулировке, которой обяжет государство и обяжет, так сказать, тех же самых предпринимателей выстроить более социальную политику. Или же вот положение о том, что земля и недра принадлежат народу, да? А теперь этого положения тоже нет, я так понимаю. Ну, не совсем так. Вот смотрите, неужели мы с вами так думаем, и наши слушатели, что если мы запишем вот эти прилагательные в текст Конституции, их кто-то начнет сразу соблюдать. Мы же не наивные люди. И в этом плане действующая Конституция, социальный характер государства, вот это требование, о котором вы сказали, социальная справедливость, записала не только применительно к труду, в основах Конституционного строя. И есть несколько решений Конституционного суда, отменившие законы Государственной думы, указы президента, по чернобыльцам, например, еще, именно опираясь на статью 7-ю. Мы социальное государство, но к этому, а, надо работать, к этому надо иметь нормальное правительство, к этому надо иметь нормальную экономику. И тогда эти положения работают. Зачем же мы будем обманывать себя? В этом плане как раз мы подняли на более высокий уровень, ну, я имею в виду юридического закрепления. За закрепление, уровень юридического закрепления социального государства, основы строя, иначе нельзя. Поэтому у нас не может быть абсолютной частной собственности. Ну, что касается земли и недр, у нас тоже там это записано, только другим термином, что это общенародное достояние. Имея в виду, что мы владельцы, но институт собственности, владение, пользование, распоряжение, он расписывается применительно. Было решение Конституционного суда о лесе, как ресурсе, кому принадлежит лес. Страшное интересное решение. Сергей Михайлович, между собственностью и достоянием все-таки дистанции большие. Газпром у нас тоже, так сказать, общее достояние, как нам говорят, с экранов телевизора. — Ну, недавно нам разрешили хворост собирать в лесу, поправку в закон внесли. Но согласитесь, это категории социальные и политические. Это вот не вот как в римском праве владение, пользование, распоряжение. Я пришел в МФЦ и сказал, я собственник, дайте мне 4 гектара. Да, ты собственник, но пойди оформь. Потому что другие тоже собственники. То есть это вопрос меры и регулирования. — Понятно. То есть одно дело имею право, другое дело могу. — Ну, как тоже в том известном анекдоте. — В том числе. — Ну, хорошо. А вот, например, записать главенство на территории Российской Федерации российского законодательства над международным. — У нас именно так записано. Просто никто не открыл статью 15, ну и, соответственно, другие статьи Конституции. Вот смотрите, что такое международная норма? Это международный договор. Мы записали в Конституции. Международный правовой договор ратифицируется федеральным законом. Что выше федерального закона в нашем тексте? Федеральный конституционный и сама Конституция. То есть у нас нормы международного права, договоры, стоят на третьем месте конституционной иерархии сверху. Просто читать надо и владеть этим. И когда обратились в Конституцию... — И пользоваться. — И пользоваться. И когда Конституционный суд обратились, он как бы это и разъяснил. Друзья, ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека и все остальное не может идти вопреки с нашим суверенитетом Конституции. Это записано в статье 15 Конституции. Но читать надо, мы же грамотные люди. — Понятно. Но вот, кстати говоря, с чем связана, на ваш взгляд, повышенная частота в последнее время? В выступлении все больше начинается криков про то, что надо опять изменить Конституцию и так далее и тому подобное. — Вот можно задать этот вопрос на улице, и я уверен, большинство правильно ответит. Последний срок у действующего президента с точки зрения Конституции. Значит, надо изобрести под него другой механизм предельства. — У меня был следующий вопрос. — Нет, так вы его задали заранее. — Не связаны ли эти предложения с тем, что Владимир Путин работает в свой последний президентский срок по действующему законодательству, и подразумевается необходимость продления его полномочий в каком-то виде, или организация, так сказать, какая-то реформа, переход к парламентской республике? — Ну, конечно, связывается. Причем, может быть, еще сам Владимир Владимирович об этом вслух не сказал, но мы же хотим понравиться первому лицу и заранее за него подумать, и ему предложить. И начинается, вы смотрите, вариант номер один. А что бы нам не перейти к немецкой модели? Владимир Владимирович там служил, работал. — Федеральный канцлер. Наш глава знает отличный немецкий язык. Красивая модель. Коль был 16 лет, Меркель уже 13 лет. И там нет никаких ограничений, пока твоя партия побеждает. И я вас уверяю, сейчас начнут с этими вариантами бегать. Все хорошо. Вопрос в другом. Немецкая модель предполагает наличие хотя бы двух партий. Конкуренции партии. Чтобы одна партия контролировала другу. Мы беспартийное общество. — То есть у нас их 70 с лишним. — Это не партия. Это фишки, этикетки, лейблы. Партия — это машина осуществления власти, пользующая доверием избирателей. У нас нет такой. Даже Единая Россия — это сообщество чиновников. Хотя ее в свое время тоже приложили. — Хорошо. Есть там ЛДПР, например, партия. Пусть она вардистского типа, но она реальная политическая сила какая-то. — Я думаю, если нас кто-то слушает, то народ смеется. — Может быть, дергают за ниточки и так далее. — Ну, КПРФ. — Ну, не партия. Россия без партия. — КПРФ не партия? — Не партия. Россия без партийного общества. Ну, давайте вот то, что людям понятно. Как идет на выборы президент? Самовыдвиженец. Как идет Кожемяков в Приморье, губернатор? Самовыдвиженец. Он стесняется партии. — Они не хотят себя связывать с партией, которая свой имидж... Не хотят, стесняются, потому что это не партия. Вот отказаться от выборов президента населением, от выборов от института и перейти на немецкую модель. Главный председатель правительства, победивший партию. Надо иметь партийную систему. Когда она будет в стране? Если сделать такой переход, не создав многопартийную систему, мы выбросим власть в пыль, на улицу, в помойку, мы развалим страну, потому что мы создали бронзовый, тяжелый такой ариопах, канцлеры и все прочее. А внизу фундамента нет. Нет партии, нет механизма, нет конкуренции, нет гражданского активного, извините, общества. Поэтому эта модель не просто тупиковая, она развалит страну в течение 3-4 лет. Я думаю, президент поэтому и как бы не торопится. Это немецкая, да? Это немецкая. Но есть и другие модели? Есть. Но опять же, шило на мыло. Потому что можно многие модели реализовать в действующем тексте, не затрагивая основы строя, не разрушая фундамент и заключительное положение. Внутри можно чудеса сделать. Но надо сделать честный диагноз. Почему я говорю? Что вот у нас удивительная мы страна. Мы уже с вами поговорили, власть фиктивная и власть реальная фактическая. Ну, в советское время понятно, статья 6, КПСС. Но статью 6 надо хвалить, а не проклинать. Потому что это была скромненькая, робкая попытка написать правду. Власть у тех, кому она принадлежит. Ну, да, да. Кто руководит, это воевает. Да, у Хрущева вообще в проекте был целый шестой раздел. Он там, погорячившись, написал, что КПСС действует по Конституции. В соответствии с Конституцией. Я думаю, вы его и свергли за эту запись. Но сейчас мы опять болеем этой болезнью. Полномочия в Госдуме у депутатов. Но люди там не авторитетные. Мы рядом создаем общественную палату из авторитетных людей. Но у них нет полномочий. Совет Федерации. Там люди никому не известны. Совет Федерации, знаете, что мне напоминает? Это в Министерстве обороны была такая райская группа. Это вот генералы, так сказать, да, которые заслуженные люди и так далее. Ну, вот им пора на пенсию. И вот их, значит, в эту группу они ездили как инспектора, там, советники. Или как кто-то там еще. Ну, вот смотрите. Вот они там сидят, они же с полномочиями. Вопросы войны и мира. Даже президента могут от должности отрешить вот эти ребята из райской группы. Но не станут. А авторитет в Государственном Совете, куда собрали губернаторов, первых лиц регионов. Вот они там сидят, умные вещи иногда говорят, и важные. А ну, Госсовет совещательный. Правильно. Вот видите, раздвоение власти и авторитета. Мы этим болеем. Нам мало конституционных органов. Надо рядом чего-то налепить. 25 лет – это время поставить диагноз. Ребята, оказывается у нас эрозия. Оказывается, рядом с конституционными органами лепятся структурки, структурки, квартирки, кооперативки. И власть начинает разрыхляться. И уходит все дальше от общества, общество от власти. Я уже говорил, что для нас слово «справедливость» и категория в сто раз важнее, чем «законность». И на этом, кстати, было построено успех судебной реформы колоссальный. Умерли драматические театры. Люди ходили только на суд присяжных. Потому что возникла иллюзия. Возьмите, дореволюционная. Да, справедливости. И сейчас надо начинать вот этот озвенок. Ну да, оттуда и выросли кони, плевака, состязательности. Косыгинская реформа, золотая пятилетка. Почему оказала такой экономический эффект? Увели Гражданский кодекс основы судебного законодательства СССР. Робкая попытка создать правила экономической деятельности. Колоссальный эффект. Сегодняшний день, ну давайте, главная причина наших проблем. Санкции. Хорошо. 40% это наши проблемы. Цена на нефть, это движет в пределах 30%. 22% это наука, экономика, экономика, метрия, социология. 22% наших экономических проблем из-за недоверия бизнеса к власти. Из-за недоверия общества к власти. И если вот это доверие попытаться вернуть, а вернуть можно только через справедливость, только через судебную систему, мы получим 20 копеек с каждого рубля прибыль. Вдумайтесь. Вот с чего надо опять в России начинать? Опять в судебную реформу. Мы сказали А, но не сказали Б. Мы создали Конституционный суд с огромными полномочиями, но мы его не сделали до конца авторитетным и эффективным, и мы остановились. А суды общей юрисдикции, опять же, границы с субъектами Российской Федерации, судебный следователь. Если люди, бизнес чувствуют, что государство задумывалось о справедливых, опять говорю, незаконных, о справедливых правилах игры, будет экономический эффект. Ну, поскольку мы уже завершаем, два вопроса не по, так сказать, тематике Конституции. Вот здесь понятно с Конституцией, что вы сказали, надо прочитать и исполнять, может быть, я так понимаю, вернуть в Совет Федерации глав областных администраций и глав законодательных собраний. Правильно. Для этого он и создан. Когда Ельцин был уже частично дееспособен или недееспособен, именно коллективный, коллегиальный президент, назовите его Боярской думой, Совет Федерации – это Боярская дума, Совет Безопасности – это Политбюро. Ну, чего вы, давайте понятные нам аналогии использовать. Мы же так и прописали, если нет партий, многопартийной системы, создали Совет Безопасности в Конституции. Давайте использовать механизмы, которые там заложены. В Совет Федерации надо вернуть первых лиц, и чем быстрее, тем лучше. Они всегда подстрахуют президента, всегда подстрахуют страну. Наверное, да. Я просто не берусь оценивать. Я так понимаю, что это даже не изменение Конституции, которую предлагаете. Никакой связи с текстом. Да, изменять не надо, надо исполнять. Так вот, возвращаясь к теме, которая все-таки никак не связана с Конституцией. В 2005 году вы стали президентом Российской Федерации Бадминтона. А в 2009 по просьбе тогдашнего президента России Дмитрия Анатольевича Медведева оставили этот пост. Он что, как бадминтонист бадминтониста взаревновал? Или как? — Хороший вопрос. Ну, понимаете, я же все-таки юрист. Я не оставил этот пост. Я разделил внутри Федерации полномочия исполнительные и полномочия законодательно-контрольные. Я остался президентом Национальной Федерации. Играю до сих пор 2-3 раза в неделю. Уже 39 лет скоро. У меня два медицинских патента. Бадминтон лечит зрение. Близорукость. 10 занятий. Детишки снимают очки. Гагарин первый мастер по бадминтону, потому что в космосе глазная мышца тоже неправильно себя... — Юрий Алексеевич? — Да. И у нас ракетка его есть. И, кстати, Королев, перебрав все виды спорта, оставил для космонавтов базовым бадминтон. И потому что он нетравматичный, потому что он требует жуткой координации всех движений, как говорю, и мозгами шевелить заставляет. И он тяжелее физически, чем даже большой теннис в 2,4 раза. Но главное — это глазная мышца. Просто у меня нет возможности эфира. Я даже сценарий для... — За валанчиком? — Да. Белый. 493 километра скорость. Белый валан заставляет наши глаза в комфортной, в радостной, спортивной обстановке тренировать глаза. Почему дети снимают? Им мешает. В пятом классе идет провал. Гаджеты, генетика, биология. И Тайвань 98% заканчивает школу в очках. В России 57%, то есть до Тайваня далеко, но мы быстро слепнем. Бадминтон в этом плане... Я вот болею этой темой. Я ее продвинул на Мировую Федерацию, я там консул. Написал несколько книг, вот эти патенты. Написал сценарий мультфильма для детей и родителей. Спасайте, спасайте зрение. Спасайтесь. Это Бадминтон. Вот в Конституции я про него ничего не записал, но и не надо было. Нельзя в Конституцию писать религию, нельзя писать идеологию и нельзя писать Бадминтон. — Ну, идеология, в принципе, если там не партийная, не какая-то капиталистическая, социалистическая идеология записана, сохранение страны, так сказать. — Совершенно верно. Когда нам говорят, давайте наберем головастиков, американских у Чубайса или еще каких-то, заплатим деньги, пусть они нам напишут национальную идею. Да, написана она в первом и втором разделе Конституции. Просто, ну, юридический язык, вот он не такой зажигательный, но идея-то изложена. — Да, но Бадминтон это, конечно, супер. Вот если бы Дмитрий Анатольевич хотя бы половину озвучил из того, что есть, и не показывал это на личном примере, я думаю, количество фанатов бы увеличилось. — А давайте мы как-нибудь в вашей какой-то рубрике, передаче поговорим об Админтоне. — Да. — С детишкой. — У нас спортсмены есть. — Да-да-да, вот с ними. — И, кстати говоря, вот дети и спортсмены там, я донесу эту мысль. — Вот, и последний вопрос, наверное, вот, ну, все-таки тоже много споров, да, вы там были. Вот сейчас очередная годовщина прошла, что называется, тихо, незамечено. Подписание Белорусских соглашений. Ельцин был пьяным или нет? — Когда подписывал, был трезвым. Вообще Ельцин уникальный в этом плане человек, во всяком случае, пока возраст позволял. Не будем на эту тему распространяться. Давайте скажем о другом. Обвинять там Ельцина, Шушкевича — это все равно, что обвинять врача, который приехал, а больной там почил в Бозе. И врач написал справку, без которой нельзя, а, похоронить, без которой нельзя вступить в наследство. 8 декабря 1991 года от СССР, от 15 республик, осталось полторы. РСФСР и Казахстан. Даже Украина 1 декабря 97% на референдуме выступила за выход, за независимость. Поэтому 8 декабря надо было не что-то там валить, а надо было предложить сценарий не войны друг с другом, не балканский сценарий. Поэтому сказали, король умер, да здравствует король. А кто сказал? Там были три из четырех, которые создали СССР. Украина, Белоруссия и РСФСР. Ну, Россия. За Кавказской Федерацией не было. Казахстан дистанцировался, как всегда. Да. Казахстан, Назарбаев прилетел и сидел в Москве, почему-то ожидая, что Михаил Сергеевич вдруг выполнит старое обещание 91-го года, летнее, июньское, и сделает его премьером. Премьером чего? Ну, кстати, посмотрите, и вы в редакции, наверное, кого-то поздравляете, и наш президент шлет телеграммы и поздравляет всех с независимостью. И даты все стоят до 8 декабря. У нас есть такой урок Украины. 24 августа, когда они провозгласили независимость, 1 декабря провели референдум. Ну, без них, ну, какой СССР? Все, что хотите, но не СССР. Ну, Россия тоже, как бы, заявила о государственном своем спереднике еще задолго. Но в декларации написано в СССР, в обновленном союзе с единым гражданством, законодательством. Хорошо, понятно.